В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился? Чем порадовал, а может огорчил? Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем лето 2019-го. Патриарх московский и всея Руси Кирилл посетил Саров и осветил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря, чьи освящение глава РПЦ проводил вместе с 13 архиереями, в том числе и с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. После этого патриарх вручил награды Православной Церкви за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов. Чин великого освящения собора – знаковое событие для всех православных верующих. Десятилетия назад никто не верил в то, что на месте взорванного советской властью главного храма Саровского монастыря появится обновленный собор. Однако уже в 90-е годы прошлого века началось возрождение обители. А в августе 2016 года по благословению патриарха началось восстановление Успенского собора. Совсем еще недавно мы закладывали основание этого храма и так быстро и в таком великолепии этот храм возведет. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что очень многим людям храмы Божии нужны. Нужно восстановление исторической справедливости. Нужна правда Божия в жизни. Глава РПЦ напомнил о том времени, когда люди отвернулись от Бога, когда советские власти взрывали и сносили церкви. Однако, как считает патриарх, они давно миновали и уже никогда не вернутся, потому что народ восстановил свою веру. Также глава РПЦ обратился к противникам восстановления храмов. Дважды невозможно вступить во льдин и тот же исторический процесс. Сегодня другая страна, другой народ. И поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать. Но я бы сказал, больше себе не мешайте. Не закрывайте для себя путь к Богу. Также предстоятель вручил награды Русской Православной Церкви. В том числе, ордена преподобного Сергия Радонежского третьей степени был удостоен директор ядерного центра ВНИЭФ Валентин Костюков. Восстановление Успенского собора – радостное и долгожданное событие для многих верующих, которые пришли на божественную литургию помолиться вместе с патриархом Кириллом. Вот очень радостно, что дождались. Следующий храм восстанавливают. Это замечательно, я думаю. Как будто я только заново начала жить. Вот до какой степени, какой для меня сегодня день. Вот до КП сходила с крестным ходом, а сейчас пришла сюда. Такая красота. Площадь-то здесь всю как устроили. Господи, дай Бог, чтобы это все было на пользу и в радость. Пусть человек, может быть, в душе верит и не ходит в храм, но он все равно верит и хочет жить, чтобы жизнь была на земле светлая. В дар Успенскому собору патриарх Кирилл передал образ Тихвинской иконы Божьей Матери. Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Традиционно в этот праздник вспоминают тех, кто вкладывает все силы в то, чтобы наши города развивались и с каждым годом становились все более красивыми и комфортными. Благодаря строителям преображается и Саров. Город меняется, и рядом с аутентичными старыми районами рождаются новые, современные. Саровская ривьера – жилой комплекс, объединивший достижения прогресса и создающие условия для комфортабельной жизни и отдыха. Многоэтажки в стиле хай-тек, зеленые газоны, декоративные деревья и дизайнерские лавочки. Близкое расположение лесопарка и реки, которые прекрасно подходят для прогулок, занятий спортом и проведения досуга. Этот кусочек Европы в сердце Сарова очень полюбился горожанам. Да, очень нравится в районе гулять, очень хочется даже приходить сюда, здесь спокойно, тихо. Детям нравится, площадки такие замечательные. Очень красиво, ухоженно, а так просто прелесть. Очень красивый район, приходим сюда отдыхать. Довольно-таки концептуально. Построение, ну и вообще рядом река, отличный вид, я думаю, будет из окна тем, кто здесь живет. И площадки. Площадки хороши тем, что они огорожены забором, деткам будет безопасно, ну и вообще чистенько и симпатично. Нам очень нравится здесь, здесь красиво, уютно, очень современно. И для нашего города, как свежая струя, это же очень сильно отличается от того, что у нас до сих пор был построен. Удовольствие, ну и не зря же люди сюда едут. Мы вот просто приехали прогуляться, подышать, посмотреть и получить удовольствие. Здесь красивая природа, здесь вообще в целом район отличается от того, что в нашем городе. Здесь тихо достаточно, игровые площадки есть спортивные, детские, здесь хорошо время проводить. Я сюда очень часто прихожу, чтобы просто остаться наедине со своими мыслями, почитать книгу, попить кофе, как сейчас, например. И мне здесь очень нравится. По сравнению с городом, конечно, отдельная часть тут города, как бы свой город небольшой. Тут очень красиво, нам нравится тут гулять, мы часто тут гуляем, катаемся на велосипедах, на самокатах. И так просто уточку ходим смотреть, кормить. Ой, великолепно. Воздух, зелень, уточки, спокойная обстановка, и детям поиграть. Очень все нравится. Компания Саровинвест, крупнейший саровский застройщик, ставит перед собой конкретную цель. Делать жизнь в городе наиболее комфортнее и привлекательнее. И поэтому, реализуя наши проекты, мы придерживаемся прежде всего именно этой цели. Строим для людей, применяем самые современные технологии. Большое внимание уделяем благоустройству территории и созданию комфортной городской среды. Именно поэтому проекты Саровинвест замечены на всех уровнях и получают самые высокие оценки как и жителей города, так и ведущих специалистов строительной отрасли. Город продолжает преображаться. В планах создать набережную общей протяженностью около 6 километров. В районе Плотины, на улице Садовой, до понтонного моста, в районе улицы Кутузова возводится благоустроенный район с малоэтажной застройкой. Новый жилой комплекс – это сочетание простоты, элегантности и цветового контраста. На данном этапе реализации проекта комплекса освоения в Заречном районе компания Саровинвест завершает обустройство набережной и благоустройство места общего пользования на большом участке от понтонного моста до улицы Садовой. Такие зоны в городской среде традиционно становятся точками притяжения для жителей города. Завершая работу по обустройству набережной, компания Саровинвест переходит к следующему этапу. Это строительство малоэтажного и среднеэтажного жилья в Заречном районе. Впереди грандиозные планы и смелые проекты. Новый облик города – это заслуга многих людей – проектировщиков, снабженцев, дизайнеров, прорабов, архитекторов, инженеров и других специалистов, которые с огромной ответственностью подходят к своей работе на каждом из ее этапов. В июне в нашем городе прошел пятый фестиваль колокольных звонов и православных песнопений. На площадке у храма святых царственных страстотерпцев выступили выпускники и преподаватели Московской школы звонарей, гуслеры из Нижнего Новгорода, артисты театра «Пилигрим» из Коломны, творческие коллективы нашего города. Подробности в следующем репортаже. Фестиваль колокольных звонов прошел в Сарове уже в пятый раз. Впервые участников и гостей принимали на территории возле нового храма святых царственных страстотерпцев. У фестиваля нет какой-то определенной периодичности. Его проводят раз в несколько лет в конце весны – начале лета. В этот раз фестиваль приурочили к празднику Святой Троицы. Хотелось бы пожелать участникам фестиваля, чтобы это было запоминающе. Именно в каждом из наших сердцем отложилось то доброе, хорошее, чтобы вновь и вновь хотелось собираться, слушать эти прекрасные песнопения. Традиционно на фестиваль в Сарове приехали его постоянные участники – представители Московской школы звонарей во главе с Ильей Дроздихиным, которые поделились опытом с мастерами из других городов и показали слушателям всю глубину и красоту колокольного звона. Профессия «Звонарь» привлекает сегодня не только мужчин, но и женщин. Анна Выдрина из Саратова занимается этим ремеслом уже 10 лет. Как признается женщина, в профессию ее привела в первую очередь нехватка звонарей. Начав учиться у мастеров, Анна освоила это искусство и теперь сама руководит школой звонарей в своем родном городе. С детства мне нравилось это. Да любому человеку, русскому человеку, очень хочется иногда постучать в колокола. Искушенный слушатель по характеру звучания сразу может понять, представители какой школы исполняют то или иное произведение. Есть московские, ростовские, ярославские традиции колокольного звона. Анна Выдрина придерживается традиции колокольного звона Поволжского региона. Она больше дополняющая благовест, то есть украшающая благовест, потому что в колокольном звоне основной звук это благовест. И вот его витиеватость, его кружева, окружающие этот благовест, вот это и есть саратская традиция. Украсили праздник колокольных звонов, выступления творческих коллективов Сарова и приглашенных исполнителей из других городов. В последних числах августа все область потрясло сообщение о том, что в Вознесенском районе потерялась Зарина Авгонова. Пятилетняя девочка пропала днем 18 августа и была найдена лишь через три дня. Все это время она провела одна в лесу. В поисках ребенка принимали участие более тысячи человек. Полиция, Росгвардия, МЧС и добровольцы, которые приехали из других городов и регионов. В числе тех, кто отправился в лес, были и саровчане, представители поискового кинологического отряда и неравнодушные горожане, которые не прошли мимо чужой беды. Подробности далее. Владимир Голанкин отправился на поиски пропавшего ребенка вечером в понедельник. О произошедшем он узнал из сообщества поисковой группы «Рысь». Это объединение волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей. Владимир созвонился с координатором, узнал, что нужна помощь, взял оборудование и поехал на место. Мне сразу сказали, где находится штаб, потому что там было два штаба, один из которых был штаб «Рысь» поисковый. Туда приехал, меня зафиксировали, с собой привез еще двух ребят. В группе был назначен старший. И, соответственно, когда группа была скомплектована, потому что моментально приезжали люди, быстро комплектовались группы, и люди выходили в заданный квадрат. Как рассказал Владимир, поиски были организованы на высшем уровне. Привлекли Росгвардию, спецназ, МЧС, полицию, кинологов. Ехали добровольцы со всей России, из Крыма, Казани, Екатеринбурга, со всех уголков нашей области. Люди везли с собой оборудование, еду, снаряжение. Кто-то приезжал на день, кто-то ехал на поиски после работы, проводя в лесу всю ночь. Приехали, во-первых, скажем так, люди, которым это не безразлично. Те люди, у которых действительно есть сердце. Люди социально ответственные, которые все вопросы, все проблемы, которые есть, они принимают их к своему сердцу. И пытаются их решить. Если так будет везде и с каждым, то все будет здорово в нашем обществе. В каждой группе обязательно присутствовала женщина, потому что мужчин Зарина боится и могла не откликнуться на зов. Нашла ребенка группа добровольцев Ры, Сиратника, Национального центра волонтеров и корреспондента ННРУ. Они шли по густому лесу, по инструкции позвали девочку. И вдруг что-то услышали. Момент, когда нашли Зарину, попал на видео. Зарина, малыш, не бойся. Не бойся. Привет, милая. Привет, моя хорошая. Ура. Мы тебя спасли, моя зая. Заветные слова от девочки, найденной живой, стали огромной радостью. Не только для тех, кто принимал участие в поисках, но и для тысяч людей, которые с замиранием сердца следили за поисками малышки. Девочка доставлена в Нижний Новгород для дальнейшего обследования и лечения в Нижегородской детской областной клинической больнице. В августе 2019 года мы отмечали важную для нашей страны дату. 70 лет со дней испытания первого советского ядерного заряда РДС-1. В Сарове прошло ряд мероприятий, посвященных этому событию. В Музее ядерного оружия РФСНЕВ горожанам представили документальный фильм Михаила Полонина «Бомба, которая спасла страну». Часть съемок проходила в Сарове при участии экспертов ядерного центра. При создании фильма также использовали кадры отечественной и зарубежной документалистики 1945-2000 годов. Натурные съемки вниз в Курчатовский институт и производственном объединении «Маяк». После бомбардировок американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки появился меморандум Объединенного разведывательного комитета США, где были обозначены города Советского Союза, цели для атомной бомбардировки. Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск. Это было страшное время, когда в огне ядерного пожара могла сгореть целая страна. Наша страна. Неимоверным напряжением сил наша страна сделала оружие возмездия, и планы агрессора так остались на бумаге. К созданию фильма про первую ядерную бомбу автор, главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин подошел со всей ответственностью. Большую помощь ему оказали сотрудники Музея ядерного оружия «Рфятсвнеев». Он очень добросовестно создал группу экспертов, и он им звонил очень часто, и они ему давали советы по различным моментам, которые касались для него не совсем до конца ясными. И таким образом этот фильм госкорпорации «Росатом» был сделан. В основу фильма легли архивные записи с воспоминаниями очевидцев и документальные свидетельства подготовки и испытания ядерного заряда РДС-1, которое произошло 29 августа 1949 года. Это важнейшее событие в истории страны. Проект стал выдающимся достижением КБ-11, ныне «Рфятсвнеев» и всей отечественной атомной отрасли. Он сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира, ликвидировав атомную монополию США и положив начало созданию отечественного ядерного щита. Наша страна, потеряв 27 миллионов человек во время Великой Отечественной войны, не снимая шинелей, наши родители вынуждены были начинать все сначала, но совершенно на новой технической основе. Создание РДС-1 дало толчок к развитию новых направлений фундаментальной и прикладной науки. Появлению новых отраслей промышленность заложила научные школы. Оно стало фундаментом технологического лидерства атомной отрасли и России в целом во многих отраслях науки и производства, которые сохраняются и сегодня. Таким нам запомнилось лето ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2019-го и пересмотреть репортаж о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютубе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, какими были сентябрь и октябрь 2019-го. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году.